Приветствую вас, друзья! В эфире программа «Будь» о православии в нашей жизни. Сегодня наша съемочная группа находится на Архангельском подворье Артемия-Верпельского монастыря. Здесь, в приходском доме храма Александра Невского, каждый понедельник проходят занятия в школе любящих родителей. Это такая школа, в которой учат решать проблемы, возникающие в семейной жизни, и принять участие в них может каждый из нас. Данный проект осуществляется в рамках работы общества трезвости, которое существует при подворье и при сотрудничестве с архангельским психоневрологическим диспансером. Сегодня я предлагаю посмотреть фрагмент занятий школы любящих родителей и побеседовать с ее ведущей Екатериной Алешиной. Прийти сюда на любое занятие, предварительно выбрав интересующую тему, может каждый, а не только тот, кто, как говорится, в народе ходит в церковь. Темы занятий – больные вопросы, которые возникают почти в каждой семье. В школе любящих родителей можно научиться их решать. Здесь также поделятся необходимыми знаниями для помощи своим близким, употребляющим алкоголь и наркотики. Самые непростые ситуации лежат в основе тренингов, которые проходят во время занятий. Например, как разрешить семейный конфликт, сохраняя терпение, уважение и любовь? Каким образом найти в себе силы простить обиду? Что необходимо сделать, чтобы вернуть доверительные отношения между близкими людьми? И можно ли научиться, честно говорить о своих чувствах? Добрый день, уважаемые родители! Сегодня у нас с вами интересное и замечательное занятие «Зачем говорить о чувствах?». Мне кажется, эта тема, она очень важная, и, наверное, здорово было бы, если бы даже детей учили в детском садике и в школе, как обращаться с этими чувствами. Одна из характеристик созависимости и зависимости – это нежелание, неумение чувствовать. На консультациях мы очень часто слышим такие выражения «Я нормально себя чувствую». Печальный опыт проживания обиды, он есть у каждого человека, а опыт проживания прощения есть далеко не у всех. Когда мы создали общество трезвости во имя СТО Управедного Иоанна Кронштадтского, различную работу стали проводить, и у нас была очень такая большая мечта создать здесь просветительский центр, вести работу как с родственниками зависимых, самими зависимыми, и проводить просветительские мероприятия в образовательных организациях. И в конечном итоге, вот три года мы работаем, и получилось, что самым эффективным и самым востребованным и таким вот методом помощи и родственникам, и страждущим, и всем оказалась школа любящих родителей. Когда я узнала, что в мою семью пришла такая беда, я думала, что я справлюсь с этой проблемой сама. Я была в ужасном состоянии, в отчаянии, мне было очень тяжело жить рядом с наркоманом, мне было очень больно. Тогда я обратилась за помощью, за консультацией в школу любящих родителей. Посещая еженедельно, прослушивая лекции на школе любящих родителей, применяя практические занятия на группе, я прежде всего получила знания по вопросу химической зависимости и созависимости. Прослушивала лекции, особенно мне это звали с лекцией, что такое зависимость, созависимость, как помочь близкому человеку, попавшему в беду, границы, жесткая любовь, наркомания, семейная болезнь и другие лекции. Очень доступны к пониманию и познаванию для построения здоровых отношений в семье. Получая знания и консультации в школе любящих родителей, я приобрела навыки, как реагировать на поведение зависимого сына, как выстраивать границы, как выстраивать здоровые отношения в семье. Занятия в школе любящих родителей помогли мне справиться с чувствами страха, отчаяния, безысходности. Я получила надежду и веру, что можно помочь в выздоравливании моего сына. Я получила знания о возможности выздоравливания самой и выздоравливаю и помогаю зависимому сыну выздоровления. В настоящее время он выздоравливает, работает консультантом в репцентре, помогает другим ребятам. Сейчас я испытываю чувство радости, большой благодарности за помощь, поддержку и доверие. Школу любящих родителей я посещаю уже полтора года. Начала ее посещать, когда узнал, что мой сын страдает лудомонией. Я помню свой страх и ужас, что вообще такого не может быть в моей семье, некуда обижать, чего делать. Узнала про школу любящих родителей, пришла сюда, что мне она дала. В первую очередь я узнала, что это зависимость, это не слабость характера, как я считала, беспринципиальность, каким я только не считала своего зависимого. Слушая лекции, узнавая о болезни, я не потеряла любовь и уважение к нему. Это, наверное, на сегодняшний день самое главное для меня, что я продолжаю его также любить, уважать, несмотря на его зависимость. Применила жесткую любовь, были поставлены границы. Но самое главное, что обратила внимание на себя. Благодарна Богу, что зависимость сына привела и меня к выздоровлению. Жизнь моя поменялась, можно сказать, на 180 градусов. Екатерина, мы сейчас посмотрели фрагмент занятий из школы любящих родителей, и очевидно, что они приносят положительный результат. На ваш взгляд, чем этот результат обусловлен? Да, конечно, Мария, я с вами соглашусь. Результаты действительно есть. И, конечно, необходимо мужество, необходимо терпение нашим мамам, женам, которые столкнулись с такой проблемой, как употребление алкоголя, наркотиков у близких. И необходимо именно честно начать работу именно над собой, менять свои установки, отказываться от обидных слов, от оскорблений в адрес зависимого человека. И, конечно, это помогает сохранить отношения в семье. И близкие, которые употребляют, они тоже понимают, что уже употреблять алкоголь и наркотики в семье становится не так комфортно. И, возможно, многие у кого-то быстро получается, кому-то нужно время, начинают искать помощи. Ребята уезжают в реабилитационные центры. На сегодняшний день в России они есть, и у нас в Архангельске даже есть помощь и работа с наркоалкоголезависимыми. Ребята приходят на группы самопомощи. И в настоящее время у нас есть несколько ребят, которые, пройдя программу реабилитации, уже сами обучились на консультантов по химической зависимости, помогают другим людям, и мы с ними активно сотрудничаем. Открываются группы самопомощи в Архангельске. И, возможно, сейчас в бегущей строке вы сможете прочитать номера телефонов группы самопомощи для родственников и для зависимых людей. Школа любящих родителей существует уже третий год. Что на сегодня является основным в ее работе? Первое направление, с которого мы начали, которое активно сейчас реализовываем, это помощь женам, помощь родственникам, помощь тем людям, которые столкнулись с алкоголизмом и наркоманией в семье. И в том числе и несовершеннолетним, и взрослым людям. То есть такое полноценное хорошее направление. Темы для родственников, которые существуют в школе любящих родителей, их порядка более 25. Они ежегодно дополняются по запросам участников, углубляются эти темы. Состоят они из нескольких блоков. Один из блоков – это мы даем знания о химической зависимости и созависимости, потому что очень многие близкие люди искренне уверены, что химическая зависимость – это болезнь силы воли, моральная распущенность, это сглазили. Поэтому, конечно, родственникам, чтобы помочь, им необходимо быть грамотными. И, конечно, мы даем знания по проблеме созависимости, чтобы они понимали, что делать со своим таким тяжелым состоянием психоэмоциональным. Потому что, действительно, только грамотный родственник может по-настоящему помочь своему ребенку и своему близкому человеку, попавшему в беду. Темы разные. И в том числе о воспитании детей. Это тоже очень важные темы. Поэтому наше одно из следующих направлений – это помощь родителям, умение приобрести, умение быть психологически грамотным родителем в наше такое непростое время, найти общий язык с подростком, избежать конфликтов, может быть, даже пройти через конфликты конструктивным способом. В рамках российско-норвежского проекта, который звучит так, улучшение оказания услуг населению с психическими и поведенческими расстройствами удаленных территорий Архангельской области, в Архангельском психоневрологическом диспансере ведется глубокая работа со специалистами отдаленных территорий. И на сегодняшний день в городе Вельске уже стартовала школа любящих родителей, прошло первое занятие, готовится второе. Поэтому помощь специалистам – одно из наших тоже ведущих направлений. К сожалению, наверное, не все наши телезрители смогут решиться и прийти на занятия в школу любящих родителей. И, наверное, возникает вопрос, можно ли получить индивидуальную консультацию. Куда обратиться, подскажите, пожалуйста. Да, конечно, родственникам бывает непросто сразу прийти на занятия, они могут испытывать страх. Поэтому мы предлагаем индивидуальные, анонимные, бесплатные консультации. И обратиться можно, записаться по телефону 8902-286-11-56. Екатерина, я вас благодарю за участие в нашей программе и желаю вам больших успехов в работе школы любящих родителей. Спасибо, Мария. Дорогие телезрители, на этом наша программа завершена. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok